Почему многие популярные каналы с топами живут и их еще не заблокировали, хотя там используется чужой контент? Вот люди ссылаются на то, что вот смотрите, там же популярный канал и там есть чужой контент и он вот идет. А почему мне нельзя? Потому что так пока решил алгоритм ютуба. И ключевое слово здесь, почему очень часто многие топовые каналы используют контент, который запрещен, серый контент, пятое, десятое, до сих пор живут и до сих пор на плаву. Потому что так пока решил алгоритм ютуба. И тут ключевое слово, друзья, пока. Не будем забывать, потому что ютуб это все-таки площадка про деньги. И они очень долгое время, сам по себе ютуб был архиубыточным проектом для гугла. Вот его вам купили за бешеные деньги, потом его развивали, его поддерживали. И только-только сейчас вот в восемнадцатом году он начинает выходить на самоокупаемость, да. И чтобы у него, он не может сейчас все каналы, как я, это мое личное предположение, он не может сейчас все каналы просто взять и заблокировать. Он потихонечку обрезает и это, этот алгоритм обрезки этих каналов известен только ему. Я думаю, что вполне возможно, когда на поле будет достаточное количество каналов других, то эти топовые каналы, они просто будут занижаться в выдаче и потихоньку от них будет делаться отток этих самых пользователей. Для чего? Потому что, чтобы не было бучи такой, да. Потому что ютуб очень остро реагирует на всякие изменения. Здесь важно не отбить охоту, да. Потому что вот смотри, там был канал, там, Васи Пупкина, его заблокировали и твой заблокируют. Это постепенный процесс. Я думаю, что ютуб к этому делу подходит, там не дураки, там искусственные зрители, там давно просчитали, как правильно это все делать. И вот сейчас мы же не замечаем, но сейчас блокируются там тысячи каналов в день и это планомерный процесс очищения ютуба и все это делается для того, чтобы закручивать гайки для правильного интересного контента. Ну тот же самый факт, это когда сказали, что необходимо, чтобы у вас была тысяча подписчиков и четыре тысячи часов. И только тогда включить монетизацию. Этот простой элементарный шаг, он убил желание у тысяч спамеров, у тысяч, там, будущих видеоблогеров делать гавно каналы, по-другому не назовешь, для заработка. Потому что это был уже переспам. А ютуб для чего ввел эти самые четыре тысячи часов и тысячи просмотров? Не потому что ему так захотелось, а потому что он на этом промежутке времени поймет, как вы получили эти четыре тысячи часов и тысячи подписчиков. И увидит активность этих подписчиков. Все. И это такой маркер. А дальше будет еще, еще, еще. То есть легче не будет. Поэтому мы и школу делаем, и видеомаркетологов клуб делаем для того, чтобы делиться информацией и делиться опытом, да. Потому что анализируя ни один, ни одна поисковая система, а ютуб это и есть поисковая система, вторая в мире, кстати, заметить, да, не будет делиться своими алгоритмами. И только анализом результата, почему так происходит, допустим, почему это видео не стреляет, да. То есть проанализировав, что мы сделали и посмотрев, когда оно выстрелило, мы поймем, почему оно выстрелило, как это произошло и что для этого мы делали. Поэтому анализ результата будет хорошо заходить.